Новгород на своей тачке, во-первых, почему? Потому что не было никаких самолетов и не было никаких билетов на поезд, это раз. Он не спал, мы часочкой уже вторые сутки пошли, чтобы приехать сюда к нам и поддержать. У него практически тут нет структуры, тут 2-3 человека, но я думаю, что они обязательно вырастут. Он приехал просто поддержать нас с вами. Поэтому, друзья, мне кажется, стоит просто потопать, похлопать, поорать, покричать. Встречается, это Антон Кусер, джентра Абрелианна. Всем огромный привет. Очень хочется... Устали же, да? Устали, устали, устали все. Все устали. Так, смотрите, поднимите руку, пожалуйста, кто считает, что он здесь может, ну, прям вот хорошо состояться. Вы же видели, что все простые, все могут. Не все, кстати, подняли руку почему-то. Не все. Во-первых, хочу, чтобы вы сами себе сейчас поаплодировали. Вы красивые, вы пришли, вы хотите много денег за... Вы себя не любите или что? Знаете, короче, ну да, это очень странно, потому что себя не полюбишь, ты никого, в принципе, да, полюбить. Очень сложно кого-то, если себя не любишь, не ценишь, не уважаешь. Это я сейчас к девушкам, к женщинам. Вот. Поэтому спасибо, что нашли время, что приехали. Вы здесь уже практически два часа, да? Больше даже. Ну, да. Третий час пошел. И темы у меня на самом деле никакой нету. Моя задача, чтобы у вас получилось так же, как у меня. Моя квалификация GM2, команда 14 тысяч человек. В компании Greenway я три года сетевым бизнесом занимаюсь. Практически семь лет. Два автобонуса взял без кредита. Первый супергероих автобонус просто. Вот мне перечислили деньги, я съездил, купил вот такой ЦЛА, обмотал его пленкой матовой, диски. Вот мой шелтый бонус. 16 мерседесов – это люди с разных городов. Это люди, которые являются уже профессионалами. Это люди, которые пришли, двух слов связать не могли. Это люди, у которых были комплексы, переживания, непонимание, тотальное расстройство. И все, что можно вот новичку присвоить, да, на начальном этапе, когда он только-только зарегистрировался и такой думает. Но положу еще в корзину, чтобы 50 баллов было активироваться. Все. Вот просто хочу, чтобы вы осознали. Вы на том месте, на котором был, например, я, мои партнеры, которые сейчас зарабатывают 100, 200, полмиллиона, 700 тысяч у меня в команде. У меня на пике был мой чек 2 миллиона 450 тысяч. Вот когда товарооборот у нас был, почти 60 миллионов с командой мы создали. И это говорит о том, что любой человек, абсолютно любой человек, неважно где он находится, он может здесь использовать компанию Грювей как инструмент. Потому что многие, абсолютно 95-98% новых партнеров, которые сюда приходят, они воспринимают этот бизнес очень сложно. Как они воспринимают? Нужно работать с тем, что нам не нравится. Поднимите руку, кому нравится делать то, что не доставляет удовольствия. Таких нету. Почему вы это делаете? Почему я это делаю каждый день? Я сегодня мог поспать. Я решат огромное тебе спасибо. Я не знаю, а вот и навешал это мне, короче. Я же как-то немножко неловко стал выходить. Хотел поспать, но сделал две регистрации, провел две встречи. Казалось бы, можно, да, успокоиться. Можно там как-то немножко остепениться. У меня два грандмастера в первой линии. Три мастера, один М1. И там, ну и другие девчонки, которые сейчас в голове уже себе купили идеи GM1, GM2 закрыть. Вот. И казалось бы, можно уже делегировать. И в принципе я так и сделал. Но в чем суть? В том, что я хочу больше денег. Я понимаю, что наш вышестоящий наставник Слава Шарк, он знаете, какой-то такой, как волк. Мы за ним идем. А он протоптал дорогу, что можно 24-25 миллионов в месяц зарабатывать. Можно. Можно. А почему? Потому что у него больше опыта. Он больше времени здесь, ну как бы, скажем так, состоялся, что ли. Я посвятил этому делу, бизнесу. И собрал такую огромную, мощную команду, которая просто, которая будет, знаете, абсолютно не только страна, но и, мне кажется, часть мира этого. Вот. И я хочу вернуть сейчас, две минуты назад. Проблема в чем нового партнера, который приходит и воспринимает этот бизнес как сложный? 90%, может быть, чуть меньше, может быть, я ошибаюсь, это из вас людей, которые думают, что здесь, в принципе, можно выйти на доход 50-100, но не больше. И самое обидное, самая такая неприятная ловушка, что многих это будет устраивать. Средняя зарплата у вас в Нижнем Новгороде сколько? 35-45 тысяч рублей? 35-45 тысяч. Как просто, как-то вот та девушка разговаривает по телефону, в салатовом купальнике. Можно также решать вопросы, проблемы. Вот. И поэтому, это на самом деле такая ловушка, но это не про сетевой бизнес. Сетевой бизнес, в чем легкость его? Вот смотрите, я сейчас выступаю, я сюда ехал, я отсюда поеду сегодня ночью, я буду есть, я буду спать, я зарабатываю всегда. Это прелесть сетевой индустрии. Скажите, есть такая индустрия на сегодняшний день у нас вообще? Нет. Нету. Почему? Потому что, безусловно, есть различные биткоины, криптовалюты, пирамиды финансовые и прочее, где можно срубить куш и потерять абсолютно все. Это знаете, там 5% используют, 95% потом выживать всю жизнь. Из-за тобой уже никогда никто не пойдет. Но там есть риски, какие финансовые. Финансовые риски, это сегодня проблема всех людей. Сегодня очень много мошенников, сегодня очень много людей, которые выдают свою индустрию за сетевой бизнес, за сетевой маркетинг, сравнивают. И, ну, как бы приобщают, что можно зарабатывать деньги. Но, по сути, как бы вот, что я купил, идею, я не люблю со своей историей рассказывать, но я сюда пришел очень так сложно, знаете, как сказать, наверное, хуже, чем вы. Если вы сейчас просто сидите, слушаете и ничего не запоминаете, потому что уже надо как-то, ну, отсидеть, вроде как сказали, посидеть, вот. А то я вообще, в принципе, не досидел и ушел даже на события, мероприятия. Артем Свежих, это мой наставник прямой, мелкий такой парень, человек у него 4 миллиона с половиной. Знаете, в чем у него огромное преимущество? Очень сильный, крутой лидер, очень амбициозный, коммуникабельный, позитивный. Вы все, ну, многие его знают. Вот. Водокамень точит, это про него. Он год меня обхаживал. Когда я пришел сюда, он даже рассказывал, что где-то чуть-чуть стеснялся, потому что, ну, знаете, молодой папа был, у нас было в первом браке сеть магазинов собственного бренда. В Нижнем Новгороде, по-моему, не было нашего магазина у вас. Вот. И он оказывался в магазине у меня, ту футболочку. Звонит мне, ты где находишься? Я говорю, я вот там в ресторане сижу или там где-то в кальянной. Он говорит, все, я тут рядом сейчас приеду. Часа через два приезжает. Рядом, говорит. Понимаете, и год, год, как я делал? Я его очень сильно подставлял. Я собирал людей из своего окружения. Кто-то мне писал в Инстаграм, хочу в команду. Я говорю, приходите на встречу, я приеду. Я не приезжал, Артем отдувался. Понимаете, какой потенциал он во мне развидел? И все, и сейчас вот, ну, в предыдущей компании я, наверное, делал 80% его товара оброта. Сегодня здесь, ну, наверное, 30-35%. Это говорит о том, что человек, человек не опустил руки. У вас в списке каждого из вас есть очень сильные партнеры, которые могут и которые хотят зарабатывать большие деньги. Это люди, которые могут реализовать свой потенциал. Потому что если реализуешь свой потенциал в сетевом бизнесе, тебе легче будет. Это во-первых. Во-вторых, сегодня человек наделен всем, что можно здесь приобрести лидеру и выйти на высокие доходы. GM, GM, один пул, два, три и так далее. Потому что как воспринимать новичку? Вот смотрите, вы пришли на дополнительный доход. Например, 20, 40, 50, кто-то 100 тысяч рублей. В большую часть вас уже не верит. Вот представьте, вот я в рваных джинсах такой, как раздолбай уличный. Вот если кто-то в жизни меня встретил, просто показал бы пальцем. Ну, какие там два с лишним миллиона рублей в месяц, да? Ну, пацан, что-то, душ принял, что-то там нафуфырился и пошел девчонок каких-то там соблазнять. Ну, что-то в этом роде, да? Мало ли я так образно. Так бы подумали. О моем наставнике можно так подумать. Тоже веселый такой, молодой, интересный. Но в чем? Это легкость. Это просто сетевой бизнес. Потому что те люди, которые приходят, мы же работаем по системе вин-вин. Ты не заработал, я не заработаю. Ты заработал, я заработаю. Я зарабатываю не из тебя. Маркетинг-план для тебя так же, как и для меня. Он един. Он работает так же. Ты так же получаешь за активацию от первой линии, да? Кого у нас наставника, за личные продажи, за круповой объем до 24%. Твой доход на 90%. Чем выше квалификация, тем тебе проще. Потому что люди уже получили первый результат. Они заработали первые деньги. У них получилось, ты им нахрен не нужен. Все. Не важно, чем ты занимаешься. Спился, скурился, я не знаю, там, улетел куда-то. Им не важно, они получили результат. Все. Они понимают, что они могут свое окружение здесь. Весь их окружение может решить часть своих финансовых проблем, в том числе и задач, к которым они стремятся. Но есть люди, которые в квалификации С1, например, зависли, или С2. Есть такие? Вот у вас такой, знаете, прорыв, как на начальном этапе. Господи, шутить нужно нельзя. Кому-то, ты знаешь, только-только-только прелюдия началась, короче. И вы такие, оп, вроде С1 закрыли, а потом что-то почему-то остановились. Вот просто сравнивайте. Это же неправильно, так же не должно быть. Надо же дело до конца доводить. Поэтому вот у вас просто такой момент, вы на взрыве как-то сделали результат. Но здесь нужно делать результат до квалификации минимум грандмастера. Я когда пришел в Гринвей, почти два года я работал, у меня было 16 зумов в день. Я мог ни один раз не поесть. Почему? Почему так Даша Рахманова, Альберт, другие ребята, те, которые ваши вышестоящие наставники, там, и Айшат. Ну и, короче, другие. Почему так работает много? Потому что изначально нужно создать фундаментальную такую команду, которая потом уже купит твою идею и пройдет дальше, понимаете, на большие деньги, на лидерство, на командообразование, профессионалов, которые не будут под собой расти. Понимаете? И я сейчас хочу, чтобы вы просто, если вдруг кто-то в телефонах залипает или там, может быть, перекусить что-то захотел, буквально 5-7 минут вашего внимания, чтобы вы разобрались и поняли, почему сетевой. Первое. Самое главное, когда человек заканчивает институт, школу, 16 лет тратит, что он хочет? Он хочет не просто быть профессиональным, там, я не знаю, допустим, спикером, или он не хочет быть работником, сотрудником Сбербанка. Это классно, это да, но это не деньги. Что он хочет? Он хочет хорошую машину. Да можно просто вопрос задать, почему ты подписан на блогера? Ты хочешь жить как он? Хорошую машину, возможность путешествовать, что-то себе позволять, ну и так далее, и так далее, развитие. Ни одна индустрия, кроме сетевого бизнеса, это вам не даст. Принцип традиционного бизнеса, знаешь, что такое традиционный бизнес? Когда у тебя есть идеи, когда у тебя есть деньги, и твоя задача что? Создать товарооборот, правильно? Особенно вот мужики, мне нравятся, бывают такие мужики, которые подстегивают, да, там, салфетки, тряпки. Когда задаешь вопрос, а когда ты свою жену куда-то возил? Или что ты ей подарил, например, вообще, ну в целом? Или, ну, давай яйцами померимся, почему? Рот сразу затыкает. Не все мужики, не все, просто, я вот говорю, часть людей, которые, например, говорят, что это... А просто понять нужно, ну смотри, у тебя есть деньги, ты открыл, допустим, шиномонтаж, либо кальяна, либо шашлычная. Какой твой принцип? Не то, что ты просто, например, там, хочешь ребятам шины менять, колеса менять или еще что-то. Ты создаешь бизнес, первое, он тебе нравится, типа мужская тема. И второе, самое главное, наверное, даже первое, это ты деньги хочешь заработать в своем бизнесе. Неважно, кафе, ресторан, ты открыл что угодно. Принцип любого бизнеса, валовая вот эта прибыль, это создание товарооборота. Но в традиционном бизнесе ты что делаешь? Ты нанимаешь персонал, ты большая аренда, эксцепционные расходы, сервисные услуги, налоги за все, реклама, маркетинг, абсолютно все. Ты создаешь те процессы, которые здесь компания за тебя создала и отвечает. Ты здесь в традиционном бизнесе? Представьте ситуацию, это самый простой пример для вас. У вас есть ревгош или был когда-то, пока не закрыли? Литуаль. Вот девушка, что делает, которая работает с утра до вечера? Работа по найму. Сейчас быстренько пробежимся по сравнению. Работа по найму это что? С создания товарооборота ты получаешь до 15% за те продажи, которые создавал. Например, тебя зовут, допустим, Настя, ты 5.2 работаешь, ты менеджер-консультант, у тебя зарплата 45 тысяч рублей. Ты за этот месяц литуальской косметики продал мне 450, 10-12% тебе выделили выручку прибыли. Из них активация контракта ушла на проезд и на питание, тысяч 7 в месяц. За минусом ты получаешь примерно 38-39, может быть, даже меньше или чуть больше тысяч. Понимаете, да? Чтобы заработать эти деньги. Что ты делал? Создавал товарооборот. Путем чего? Продаж. Верно? Допустим, ты мужчина, такой, хочешь свою кафешку открыть или ресторан. Тебе вот это вот надо, чтобы нанимать персонал, управляющего, платить этим деньги, этим налоги, создавать вот эти вот с технологом, с шеф-поваром, короче, куча всего, где в первую очередь что требует? Затраты. Но второй важный момент. Бизнес всегда будет приносить деньги тот, в котором продукт нужен, первое. Второе. По ценовой политике он доступен и комфортен, правильно? Например, что? Вы, например, выберете бизнес, допустим, там, с туалетной бумагой или с немецкими дорогими, там, дверьми, которые стоят под полмиллиона рублей. Можно выбрать и то, и то. Но всегда будут больше покупать все-таки то, что используют каждый день. Понимаете? То, что пользуется спросом, то, что, ну, всегда будет приносить товарооборот большой. Понимаете? Важно вот это понять. И когда я говорю предпринимателю, провожу презентацию друзьям, я всегда говорю, у меня буквально 10-15 минут уходит на все это. Я всегда говорю, смотри, за тебя создали готовый бизнес под ключ. Здесь из твоего окружения людям процентов 40 им деньги нужны. Деньги нужны всем. 99% людей, они относят деньги каждый день раз в два дня в супермаркеты. Они не расценивают это, что они отнесли деньги какому-то наставнику или предпринимателю или компании. Они просто пошли как потребители. Купили, использовали, закончилось. То есть это такой продукт, который имеет свойство заканчиваться. И они тратят деньги. Зачем? Если ты можешь тратить в своем магазине собственном, верно? Тебе это выгодно? Да. Продукт на руках? Да. Ты можешь зарабатывать? Да. У тебя открывается система бонусная от компании. Ты уже активированный партнер. У тебя маркетинг-план работает как минимум по трем направлениям сразу. Бонус наставника, личные продажи, групповой объем. Все. Ты получаешь, ты зарабатываешь. Ты что-то теряешь? Нет. Ты рискуешь? Ты вкладываешь? Нет. Но ты за счет использования. То есть какая цель в сетевом бизнесе, в сетевой предпринимателе? У нас же кто? Есть продажники, потребители, клиенты, да? И сетевые предприниматели. И задача и цель сетевого предпринимателя. Вот мужчине я всегда говорю, твоя задача может быть даже не продавать. Может меня, конечно, Айшат потом там придушит в этой раздевалке. Но я всегда так говорю. Твоя мужская задача быть здесь сетевым предпринимателем. Организовать под собой процессы продаж, рекрутинга и потребления. У тебя в окружении есть мамочка в декрете, которым будет достаточно 50-100 тысяч рублей. Они будут сидеть дома, создадут клиентский чат. Придут, как вот, например, историю Даши всегда привожу в пример. Пришла на подгузники, 15 заработала, вышла на 750. Классно. В окружении каждого человека есть вот эта буйная такая аудитория мамочек. Это самая буйная, которым палец в рот не клади, откусят. Вот, которым по-любому всегда нужны деньги. Они за продукцию хорошую забыть дома отвечают. Это как раз наш клиент. Это как раз, в первую очередь, человек, которому продукт нужен, и он будет его использовать. И самое интересное, по ценовой политике, он ему комфортен. Потому что 75 примерно процентов населения, они зарабатывают до 100 тысяч рублей. И для них наш продукт понятен, он нужен, и он для них комфортный. И когда они его используют, он им нравится, они понимают, что на этом можно создавать большой товарооборот. И я всегда говорю, твоя задача, твоя задача организовать под собой процесс. Все, ты как предприниматель. Представь, как будто ты открываешь ресторан или кафешку какую-то. Но у тебя появляются потребители, такие же сетевые предприниматели. Мужчины, возможно, и женщины, бизнес-вумен, да? Девушки. И, соответственно, команда образования, проекты, все. Ты создаешь товарооборот. Вот любой человек, который к вам приходит, это потенциальный грандмастер. Он может быть клиентом, через год он может быть с командой, там, 2-3 тысячи человек. Потому что у него есть свое окружение потребителей, у него есть свое окружение людей, кому нужны деньги. Понимаете? И принцип в чем? Организация и создание процесса товарооборота, это самое главное. Зачем мне вкладывать, например, вот, 3,5 года у нас магазины шли, у нас был 31 магазин. Мы частично бренд сами запатентовали в Европе полтора года, получили бренд. И, соответственно, отшивали частично сами, частично, как и все, закупались в Турции, где-то часть садовода и перепродавали. Ну все, бизнес-мены. Вот. В чем суть была? Зачем мне вкладывать в сотрудников? Зачем в налоги платить за них? Зачем мне закладывать 35% вот в это валовое приценообразование, чтобы накидывать туда аренду, расходы, эксплуатационные расходы? Ну, короче, полностью все платежи и риски. Зачем? Самое интересное, знаете что? Мы прожили с вами пандемию, предприниматели закрылись. То есть человек, вот, что бы ни случилось, когда нас опять дома даже запрут, это для вас сейчас показатель для принятия решения. Человек может дома постричься, особенно русский, он на все способен. Он может пойти в той же шапке второй год, в той же футболке, в той же куртке, он может поездить на той же резине на второй год, он может покушать дома дешевле, сам приготовить, правильно? Это я сейчас перечисляю часть сфер, которая окружает любого человека как потребителя. Понимаете? Например, а если будет пандемия, человек это все будет сидеть и, ну, он не будет создавать, он не будет являться клиентом всего этого происходящего, он будет дома. Но он будет нашим клиентом. Волосы моет, да, чай пьет, да, руки умывает, там, маски делает, зубы чистит, посуду моет, полы моет, стеклы моет, да. Пока сердце его бьется, он будет за чистоту дома. Это всегда товарооборот, не то чтобы такой, знаете, какой-то на балансе, он всегда будет расти. Потому что простой, нужный продукт всем, как потребителю, так и для организатора предприятия. Потому что ни средний, ни малый бизнес, ну, представьте, вот где бы я смог сейчас создать такой товарооборот почти 60 миллионов рублей в месяц. Один просто, вот где? Каким? Среднее предприятие в Москве 30-35 считается. Ну, больше, больше, там разные показатели бывают. Это товарооборот ежемесячный, это средне-малое предприятие в Москве. Представляете, а вот здесь вот так вот можно, почему? Потому что выгодно всем. Вы согласны с этим, нет? И ты ничем не рискуешь. Просто дело в том, что помимо этого проблема новичка, в чем, нового партнера? В том, что он воспринимает просто несерьезно. Он не продал себе идею этого бизнеса, поэтому ему отказывают, он соглашается, он рад. Он счастлив. Не видите, вы не продали эту идею себе. Вы не даете ценности этой компании. Но когда выходит какой-то топ-лидер, у которого там квартира, машина, дом за несколько миллионов, и у человека в голове пазл не складывается. Блядь, как так? Ну как? А вот так. Понимаете? Два-три года назад он тоже здесь сидел в ваших рядах. Это было нормально. Нужно время. Если ты будешь много создавать, ведь самый простой способ создать команду партнеров, кому нужны деньги, все. Показать им первый результат, второй там, S1, S3, потом лидер, потом мастер, гранд мастер, все, все. Вы уже потом дальше передвигаетесь, понимаете? И самое интересное, что нужно просто приходить сюда не только на деньги, но и на ресурсы. На ресурсы. Потому что ни одна индустрия... Вот, например, я открыл свой ресторан или кафе, и чтобы мне купить машину, целая, которая сейчас стоит почти четыре с лишним миллиона рублей, мне нужно из своего товарооборота каждый месяц примерно выкладывать сумму порядка, наверное, где-то ста тысяч рублей, может быть, больше, да? И так, какой ста? За год. Почти четыреста, да? Почти четыреста с копейками. Просто чисто. Это какая валовая прибыль должна быть, чтобы я четыреста мог с лишним откладывать. Или куда-то путешествовать. Из своего кармана мне нужно будет вытаскивать деньги из своего бизнеса. А кто... У кого-то есть? Был традиционный бизнес? Поднимите руку. Вы же знаете, что это такая беда, если даже копеечку вытащишь, все. Просыпаешься уже, как будто налог не заплатил. Так и происходит. Понимаете? Поэтому я хочу, чтобы вы просто понимали и осознавали, что здесь вы, помимо того, что ваша зарплата растет, ваши люди зарабатывают больше денег, пожалуйста, тачку, пожалуйста, у нас Сейшелы, Абу-Даби в этом году, в том году был Дубай, Мексика, куда мы... В Грецию, в Турцию летали. Ну, разве человеку не это надо? Вот вам и вашему окружению. Так мы ради этого в школу. Мы за этим уходим в школу и в институт, чтобы не просто пойти потом быть работником Сбербанка. Я сейчас ничего, ни в коем случае не ущемляю права работников и сотрудников разных банков. Я просто привожу простой пример. Это люди, у которых на самом деле психика. Вот у меня есть девочка, зовут ее Аня Клименко. Аня Клименко, она там в четвертой у меня М1, партнер в первой линии. Она под ней есть. Я долго в нее не верил. Она работала с сотрудником. Настолько системный человек. Представляете, мастера как закрыла. Позвонила мне за два дня, говорит, я на день раньше мастера закрою. А я просто ее наставнице, девочка, которая у меня напрямую в первой линии находится, я говорил, оставь эту девочку, но не мучай ее. Она из два уже полгода, оставь, пожалуйста. Просто оставь, но может быть не ее. Но, представляете, девочка включилась. Просто включилась и закрыла квалификацию мастера. Сама, без опыта в сетевом бизнесе. Просто вообще вопросов не звонила, не задавала мне. Вот так произошло и получилось у человека. Я просто хочу, чтобы вы понимали, что через ресурсы, через целеполагание, через задачи, не просто амбиции. Конечно, вас могут мотивировать, вам могут давать инструменты. Сегодня у вас на самом деле очень халявный бизнес. Не знаю, как продавать. Держи, куча материалов и чата в тебя добавил наставник. Не знаю, как делать предложение по бизнесу, не знаю, как провести презентацию, что угодно. Знаете, как я начинал сетевой бизнес? У меня в одном чате был зареганный, активированный клиент, человек, который потух и просто паник, умер, можно так сказать. Они все у меня были в одном чате. Я даже их там через неделю... Всем добрый день! Мне там через неделю отвечают. Привет! Вот так мой бизнес начинался. У вас сегодня есть все четко по полочкам. Дедлайн у каждого человека. Лично у меня, наверное, все, да, уже, Ишат? Нет? Где Ишат? Ладно, на правах еще тогда пообщаюсь. Смотрите, просто я хочу, чтобы вы здесь, в этом бизнесе, росли через определенные задачи, которые вам по жизни нужны. А не только, чтобы вы пришли там заработать денег, классная компания. Вы просто сами возьмите листок бумаги, порисуйте, что будет, если вы 2-3 года сейчас, вот впереди вас, которые будут, проработаете на работе по найму, а выйдет новый айфон, вашему ребенку придет, ему будет обидно, что ему родители в школе купили айфон, а вашему ребенку не купили айфон. Кто-то машину из соседей потерял, какая-то жена пришла и сказала, мне ему шубу подарил. Короче, постоянно те деньги, которые, даже если у вас будут увеличиваться в работе найма, они всегда будут еще больше уходить и тратиться. Понимаете, в чем речь? И традиционный бизнес, зачем вам вкладывать 2, 3, 5 миллионов рублей, чтобы в принципе создать то, что создала компания. Логистика, пожалуйста, более 350 офисов, 62 страны, автобусная программа, жилищная программа у нас есть, различные акции, быстрый лидер, быстрый мастер, продуктовые дни, маркетинг-план, логистика, абсолютно все налажено. Клиентская, потребительская корзина постоянно расширяется. Если раньше это просто чуть ли не домохозяйка дома должна была быть, то сегодня там и спортсмены, и предприниматели, абсолютно все, потому что линейка расширяется. Скоро еще прокладки будут и кошачий корм. Ну вообще, ну просто, да, мы взлетим. Это реально будет очень круто. Казалось бы, да? Смешно вот так кому-то расскажешь. Пойдем, а что у вас там в перспективе? Ну, женские прокладки. Мужику, прикинь, презентацию закинуть. Но самое интересное, Роман Абрамович, он тоже начинал с резиновых, голубых и розовых игрушек, кто знает. Я просто знаю его, всю историю, там, биографию перечитал, все, и там других последователей с Белого дома. Вот. В чем суть, короче? Не важно, чем вы занимаетесь. Чем проще продукт, тем больше вероятность, что вы здесь будете отсюда вытаскивать большое количество денег. И самое интересное, вы будете решать проблемы, как и компания Greenway, проблемы и задачи вашего окружения. Потому что всем деньги нужны, у всех финансовые проблемы, у кого-то кредиты, у кого-то долги, кому-то хочется машину, кому-то хочется, не знаю, там, что-то с собой сделать, чья-то, да, девушка или жена захочет, ну и так далее. Просто используйте компанию Greenway как инструмент, как ресурсы, потому что у нее есть все. Вам просто говорят, ну, купи, пожалуйста, корзину продукции, посмотри, сделай нейтрализацию дома, посмотри, там, шампунь, шампунька, мыло закончилось, может, автомобильная плотенца затерлась, я не знаю, там, зубная паста, прошу, мистику, вот, и закончился. Посмотри, 50 баллов набери, пожалуйста, я тебе готов, вот, в доступ, маркетинг-план, все офисы твои, вся география бизнеса, абсолютно все бесплатные обучающие проекты, институт при компании. И все это за сколько? Сколько компаний Greenway, кто знает лет? Пять лет исполнилось. Пять лет всего, понимаете? Она была основана 5 февраля 2017 года в городе Новосибирь, где находится главной штаб-офис. Здесь видит президент компании, президент компании, директор компании и так далее. Почему люди здесь не включаются? Не потому, что вы плохой наставник. Почему сам человек не включается? Он себе не продал идею. Попробуй женщину заставить, если ему, ей мужчина не нравится, попробуй заставить. Ну, хотя в нашем мире, в принципе, если он машину подарит или там кто-то свозит, на Бали что-то покошмарит там с ней. Ну, короче, по-разному. В наше время, к сожалению, по-разному, да? А так, в целом, вот, если взять возраст наших родителей, не важно, женщина, там, мужик нравится ей, короче, если, да, она будет с ним. Если не нравится, но не будет она с ним. Здесь то же самое. Если вы сами не поняли, для чего вы сюда пришли, что вы здесь состоитесь, если вы через Greenway, целеполагание и задачи, точку B поставите, например, что я через Greenway машину заберу, что я перееду, что моя семья будет жить по-другому, что я начну себе покупать какие-то брендовые вещи, что у меня окружение поменяется, что я начну, наконец-то, выступать. Я ставлю его персональным спикером, потому что сетевой, это просто развитие потенциала любого человека. Просто любого. И ты его здесь используешь и превращаешь в свои цели, в большие чеки, потом тебя уважают. Вы знаете, как это приятно, когда человек забирает Mercedes и со слезами на глазах тебя благодарит? Я говорю, не знаю, это очень приятно. Это очень круто, что вы для кого-то полезен. Они просто поели, сходили в унитаз, все это слили. И так далее. Понимаете? Пользу какую-то несете. Не только себе, но и своему окружению. Поэтому, когда вы делаете предложение по бизнесу, убираете из головы алгоритм, список звонок встреч. Вы делаете, потому что искренне хотите, чтобы он так же, как, например, ваши вышестоящие наставники зарабатывали, на тачках ездили, ну, вот здесь вот как-то собирались, да? Отдыхали вместе, какую-то идею вместе. Потому что это так здорово, когда мы летаем с топ-лидерами, например, куда-то там с ребятами, с мастерами, которые выполняют определенные условия, ты просто находишься там, я не знаю, 400-500 человек, например, да? Кто, конечно, достиг определенного результата, кто захотел это, и не поленился. И ты просто общаешься с людьми, у которых уже тачка, у которых есть тоже задача много денег зарабатывать, которые тебе зла не пожелают. И, понимаете, вот это ваша жизнь. А потом будет еще лучше, еще лучше, еще лучше. Почему? Потому что линейка расширяется, страны расширяются, девственно пустой рынок в Европе. У нас же как происходит тенденция взрыва, роста? Первый год ты пришел, активировался до лидера, потом на мастере говоришь, твой список уже заканчивается. Потом ты начинаешь мотивировать рост своих партнеров, когда сам забираешь тачку. Вот, не твой вышестоящий наставник, а ты уже понятен. А, ну если моя наставница тачку забрала, тогда я точно заберу. Идет этот прогресс в глубину роста, потом проходит год-полтора, например, образно. Вот. Ты уже, например, насыщился, ну, насыщился, короче, своим городом, да, клиентой, партнеры и так далее. У тебя открывается рынок девственно пустой еще, потенциал лет на 5-7, что из твоего окружения у кого-то появятся люди знакомые где-то в Европе, а у нас европейский, чешский, пожалуйста, у нас открыто в Чехии, офис международный, да, вы знаете, вся Европа оттуда раньше таскала. В такой ситуации просто жопной, у нас 8 марта открывается там в Америке офис, это вообще охренеть просто. Мы продолжаем получать Mercedes автобонусы от компании и так далее. Просто оцените и самое главное, искренне захотите. Не мотивируйте себя. Мне ни разу в жизни за 7 лет наставник не позвонил. И не сказал, слушай, ну что, как дела? Можете там повеселить как-то? Не надо. Не надо меня веселить. Я знаю, что я хочу. Мне денег много надо. Мне все равно всегда мало. Это нормально? Потому что с каждым разом аппетиты растут все больше и больше. Не важно. То есть я просто вам хочу, чтобы вы немножко себе планку пробили. Это очень важно. И чтобы вы компанию, говорим, вы использовали как инструмент, а не просто тусовки, пофоткались, послушали, и вроде хорошее настроение. Это как хороший фильм. Это как первый час после секса. Вот такие вот так. С утра просыпаешься опять, блядь, на работу. Опять вот это все начинается и так далее. Ну, уже, конечно, настроение поприятнее будет. Тем не менее. Вот здесь то же самое. Вы сейчас многие просто, если сами перед собой задачу не поставите, что да, вам же нужно самим принять осознанное решение. И потом, когда вы работаете со списком, все то же самое. Вам нужно людям искренне довести не по плану дедлайна, который тебе наставник дал, что список нужно вот так писать, звонок нужно вот так делать. Ты просто искренне расскажи, почему ты сюда пришел. Моя презентация 5, 10, 12 минут максимум. Что за компания, надежность, стабильность, расположение, для чего активация, сравнение с традиционным бизнесом, с работой по найму. Человек понимает, что я его не дурю, а говорю по факту. Я все это рисую, кругрышки у меня из головы уходят на листке бумаги. Все. Он это видит, верит. Я расскажу, почему я сюда пришел, что я хочу здесь достичь и как у него здесь получится достичь и чего. Все. Это самая главная ваша задача. Себе продать идею этого бизнеса. Поставить через Гринвей абсолютно все, ставки свои. Потому что дальше, ну, время идет, ваше окружение будет подписывать топ-лидеры, потому что они никогда не спят. Они всегда будут рекрутировать. Я у вас в завершении просто хочу сказать, мне хлопать не надо, правда. Вы знаете что? Короче, просто хочу, чтобы вы верили. Почему-то мне обидно за людей в 21 веке. Столько комплекса, столько переживаний. Вот этот лучше, этот хуже, короче. Так в сетевом бизнесе нету, кто-то лучше, а кто-то хуже. Многие думают, что Гусев, ну понятно, GM2, потому что Медини какой-то бывший, там, инстаграм раскрученный. А мне еще хуже, чем вам. У меня есть также хейтеры, у меня также есть, представляете, с человеком общаюсь неделю, а я говорю, ну что, давай регистрироваться, реактивироваться уже будем в конце, ну все уже, тебе уже все рассказал, что можно и нельзя. Вот такая, такая классная пара оказывается. Ну ладно, я подумаю, неделю, блядь, убил на человека. Понимаете? Это первый момент. И второй момент, здесь нужно много работать. Я думаю, что вы понимаете, что кто бы сюда из медийных людей не заходил, что-то они долго не задерживаются, к халяю привыкли. Здесь работать надо. Именно поэтому вам надо таких, наоборот, кто зарабатывает 10-15 тысяч рублей. Вы им здесь покажете чек в 20-50 тысяч, они разорвут здесь GM через зубы будут бегать туда-сюда продавать, подписывать. Они это сделают, потому что они, ну короче, не будут как-то определенно, я не знаю. Кого-то выкидывают, или что? Горько! А, горько! Круто! Поздравляем молодоженых! У кого-то счастья совершилось. Да, классно. Вот, поэтому в смысле сбился. Ну ладно, там тоже благие намерения, да? Зато. Короче, что я вам хотел сказать? Просто сами себе, сами с собой поговорите сегодня дома вечером. Ну, сегодня, наверное, обратно ли получится после посольки? Завтра хотя бы. Возьмите, там, детей уложите, муж скажите, сейчас приду. Вот, возьмите листок бумаги, порисуйте. То, что вы хотите искренне, и что вы можете получить через сетевой. С собой поговорите, будьте честными, снимайте розовые очки, никто в такси с вами, если вы куда-то поедете, чемодан с деньгами не забудет, никто вас не пригласит там на большой контракт куда-то. Через боль, через пот, через все вот это дерьмо надо пройти. Потому что в обычной жизни, если ты хочешь зарабатывать много денег, тебе надо еще больше дерьма пройти, но уже с большим риском финансовых потерь. Согласны? Да. Поэтому никогда себя не мотивируйте, просто свои вкусы повышайте и верьте в первую очередь в себя. Все, вам этого достаточно. Я всегда говорю, вера в Бога и в себя. И в Коптер. Все, вам огромное спасибо. Я думаю, что надеюсь, что вы полезны. А что, прости, я очень долго. Новгород на своей тачке, во-первых. Почему? Потому что не было никаких самолетов и не было никаких билетов на поезд. Это раз. Он не спал. Мы часочкой уже вторые сутки пошли, чтобы приехать сюда к нам и поддержать. У него практически тут нет структуры. Тут два-три человека, но я думаю, что они обязательно вырастут. Он приехал просто поддержать нас с вами. Поэтому, друзья, мне кажется, стоит просто потопать, похлопать, поорать, покричать. Встречайте. Это Антон Кусер. Женство Амриалово. Всем огромный привет. Очень хочется... Устали же, да? Устали, устали, устали все. Все устали. Так, смотрите, поднимите руку, пожалуйста, кто считает, что он здесь может ну прям вот хорошо состояться. Вы же видели, что все простые. Все могут. Не все, кстати, подняли руку почему-то. Не все. Во-первых, хочу, чтобы вы сами себе сейчас поаплодировали. Вы красивые. Вы пришли, вы хотите много денег. Вы себя не любите или что? Знаете, короче, ну да, это очень странно, потому что себя не полюбишь, ты никого, в принципе, полюбить очень сложно кого-то, если себя не любишь, не ценешь, не уважаешь. Это я сейчас к девушкам, к женщинам. Вот. Поэтому спасибо, что нашли время, что приехали. Вы здесь уже практически два часа, да? Больше даже. Ну, да. Третий час пошел. И тема у меня на самом деле никакой нету. Моя задача, чтобы у вас получилось так же, как у меня. Моя квалификация GM2, команда 14 тысяч человек, в компании Greenway я три года сетевым бизнесом занимаюсь практически семь лет, два автобонуса, взял без кредита, первый супергероев автобонус просто. Вот мне перечислили деньги, я съездил, купил вот такой ТЛА, обмотал его пленкой матовой, диски, вот, помоюсь.